Кроксы на каблуке, опасные платья, развод за 100-500 миллионов тысяч рублей, мусорные пакеты вместо сумок. Чего только не придумают в мире высокой моды. По стоимости дорого, по остальному сомнительно. По здоровью не здорово. Сегодня мы обсудим максимально трэшовые тренды этого года. Потому что нам с вами еще быть жертвами маркетинга, заказывать это с Wildberries и преисполняться, надеюсь, без особого вреда для здоровья. Потому что возвращаются, кажется, не самые полезные для здоровья тренды. Да, я, кстати, не шучу сейчас. В общем, сегодня у нас интересный контент. Ах да, лайк-подписка. Меня, кстати, Лиса зовут. Вообще, в последние годы модные индустрии стараются быть ближе к людям и делать более адаптированные вещи. Но иногда без какого-то хайпового контента, видимо, совсем не обойтись. Поэтому каждый бренд старается произвести впечатление. Но чаще всего такие вещи пополняют список неносибельных тенденций и отправляются куда-нибудь туда, в интернет, где их будут обсуждать. Хотя иной раз эти вещи одевают звезды, потому что им нужно эпатировать и привлекать внимание. Звезды готовы, ну, не хочется так говорить, но как будто бы уже даже на все. Даже на то, чтобы упасть в обморок или на то, чтобы искалечить свое здоровье, ради того, чтобы поднялась медийная паника и появились они, охваты. Казал блогер. Давайте поговорим про то, что всем уже надоело обсуждать. Медгалу. Недавно прошедший Медгалу, как обычно, вызвал кучу обсуждений нарядов в соцсетях. И если общая фотка Дженни из Blackpink из Трайкиц вызвала восторг, хотя там тоже среди своих нюансов было достаточно, то к наряду Ким Кардашьян очень много вопросов. Ким была в сверкающем платье от Майзон Маржела. Правда, это платье с металлическим корсетом. И оно очень сильно затягивает талию. Ее корсет был максимально лютый. Люто настолько, что если посмотреть вот такого вот плана видео, видно, как она еле дышит и практически находится в полуобморочном состоянии. Естественно, что такой наряд вызвал просто массу обсуждений. Ну, в этом, в общем-то, и его смысл. Кто-то даже в рамках этих обсуждений начал неиронично обсуждать, а не удалила ли Ким Кардашьян ребра ради того, чтобы втиснуться в такой корсет. Потому что ее талия, согласитесь, выглядит максимально неестественно. Надеть его просто так абсолютно было нереально. Чтобы Ким могла в него влезть, ей помогали трое мужчин. И она не могла в этом платье делать вообще ничего. После этого платья Ким рассказывала о том, что она испытала тогда невероятно одейшую боль. Я все понимаю. Я не считаю, что мы должны хоть как-то касаться того, кто и что носит. Но все-таки мне кажется, что когда мы говорим про тренды, которые могут реально причинять вред здоровью. Про тренды, от которых женщины так много лет уходили, потому что это, блин, буквально их уб**ило и доводило до полуобморочного состояния. И вообще в целом наносило огромный вред здоровью. То как будто бы, ну, в данном случае даже не то, чтобы и осуждать не хочется, просто хочется задать валидный вопрос. Ну, а зачем? Да, на фотографиях это выглядит очень клево, но стоит ли это реально, ну, того, чтобы портить свое здоровье? Вот серьезно. Потеревать же можно по-разному, например, без вреда здоровью. Можно вот в мясо нарядиться, как это делала леди Гага миллион лет назад. Ничего никто никому не портил. Вот женщина в костюм песка пришла. Правда, тоже жаловалась, что это было неудобно, но хотя бы она не вытягивалась в Италию до состояния 30 или 35 сантиметров, сколько там у Ким Талия была. Даже в этом во всем не столько осуждаю Ким, я ее в принципе не осуждаю. Меня скорее больше волнует тематика того, что это, возможно, снова станет каким-то ультрамодным трендом. Все сейчас модные дома начнут сшивить ведь все корсеты. Естественно, подходит это все товарищи китайцы и тоже начнут быстро это отшивать. И в итоге мы с вами будем наблюдать такую сцену, что реально, если ты хочешь быть модной ультрафейси стильной девчонкой, то ты должна теперь снова утягивать себя в корсет. Ну блин, такое. Давайте вернемся к трендам для большинства людей. Ток 9 странных трендов 2024 года. Уж не знаю, насколько можно их носить или нельзя, но тренды странные и, скорее всего, они будут очень много мелькать в этом году вообще везде. Итак, 9 место занимают перчатки на поясе. На самом деле, это наименее странная вещь из всего списка. Самый непрактичный способ носить перчатки – это повесить их на свой пояс. Однако, выглядит это очень и очень эффектно. Такой прием уже когда-то давно использовали MyZone Marjola, но этой осенью дизайнеры тоже подхватили данный тренд и пихают теперь перчатки на пояс. Но как применить этот тренд в реальной жизни, когда на улице минус 20 градусов – это уже большой вопрос. Идешь? Очень стильная, элегантная, а руки посинели. Потому что, да, если вам кажется, почему этот тренд вообще находится в списке топ-9 этой странной подборки, потому что перчатки мы носим больше не на руках. Мы носим их на одежде. Поэтому или руки мерзнут, или не в тренде. В бренде бездны надо что-то такое придумать. Восьмое место – лейкопластырь. И да, вы не ослышались. Помните, в какой-то момент очень модно было клеить себе пластырь на переносицу? Это уже немного отошло. И сейчас модные дизайнеры пошли дальше. Если вы натерли себе ноги, или у вас каким-то причинам случилась некоторая мозоль на любую часть вашего тела, выделяем это пластырем. Но если этого не случилось и ноги в целости, все равно выделяем это пластырем, как будто бы вы натерли ноги. Зачем? Ничего не понятно, но очень интересно. Это вот так вот можно охарактеризовать этот тренд. Кстати говоря, мне он нравится. Итак, рассказываю про топ супербесячих вещей. Сегодня, значит, я ехала на съемку и встала в пробку. Естественно, я начала дико опаздывать, но проблема даже не в этом, а в том, что у меня закончились деньги на телефоне. А почему? Потому что кто-то забыл перед съемкой о том, что ему нужно бы пополнить баланс. И я была бы злой и разочарованный. Потому что из-за этого мог перестать работать интернет и навигатор. Тогда я бы вообще в пец как сильно опоздала. Но меня вовремя спасла услуга. Поддержка принули от Билайна. А с ней можно оставаться на связи даже до конца дня. Даже если на балансе закончились деньги. Звонки, навигация и мессенджеры. Все работает, даже если номер заблокирован. Сканируйте QR-код на экране. Или приходите по ссылочке в описании. Теперь можно не переживать о том, что забыл пополнить счет и останешься без связи. Ведь Билайн поможет с этим. Потому что Билайн самый безопасный оператор. Откуда все это пошло? Перед показом Миу-Миу весна 24-го года, Джи-Джи Хадид призналась, что ликопластырь ее самая любимая вещь. В видео она показывает пальцы ног, которые обмотаны яркими оранжевыми и синими полосками. На самом деле ей выдали этот таксессуар, чтобы защитить свою кожу, когда она носит вьетнамки. Но как будто бы это слишком сильно заверусилось. В то же самое время Палома Эль Сессер признается британскому ВОК, что всегда носит в сумочке пластырь от Hermes. Это его цена. В целом сделать пластыри цветными достаточно интересная идея. Ну и адаптировать ее весьма легко. Покупаешь пластырь, ты уже модный. И никакие перчатки на задницу себе приклеивать не надо. По-моему, классно. Что ж, остается только догадываться, какой следующий бытовой или медицинский предмет станет хитом. Возможно, это будет градусник. Ну а что, повесить себе сюда вместо галстука градусник уже модно. Вот человек сидит в зипке, на которую надел галстук. Седьмая строчка это трусы вместо шортов. Я думаю, все уже видели, даже те, кто далек от сферы бьюти и фэшн и вот этого всего, данное потрясающее великолепие. Это блестяшковые трусы от Miu Miu. Ну, то есть это как бы шорты, но они выглядят как трусы. В общем, это было очень актуально. И казалось бы, ладно, поприкалывались, весело, смешно. Но нет, мода пошла дальше. И теперь данная вещь, это реально, ну не то, чтобы это мастхэф, но это прям IT-штука. И IT не в смысле компьютеры, а в смысле какие-то вещи. Но если вы думаете, что это слишком вульгарно, то у дизайнеров есть метод решения вашей проблемы. Например, миксовать с объемным верхом. Ура! Я бы, честно, не рискнула. Вот все, что было для этого хайп, а вот здесь вот, конечно, я бы не надела. Интересно послушать ваше мнение. Надели бы вы вот эти потрясающие труханные шорты и пошли бы куда-нибудь в них. Я просто уже предчувствую вот эти вот все комментарии возможные, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет. Отказ. Вернемся к объемному верху. У Гучи и Стеллы Маккартни эту роль играет пальто, а у Изабель Марант оверсайз пиджак. Трусы могут быть и более праздничными, как в кутюрной коллекции у Валентина, но могут быть в тон строгому верху, как у Максимилиана Дэвиса Фергамо. Это, конечно, очень интересно, но, по-моему, совсем оторвано от реальности. Максимум могу себе представить это где-нибудь на Кулачелле. Честно, больше нигде не могу представить. Понятное дело, что целевая аудитория, эта тенденция, это инфлюенсеры и всевозможные знаменитости, которые будут привлекать к себе внимание, но для простого обывателя абсолютно не жизнеспособный тренд. Кто-то будет со мной спорить? Шестое место – это прозрачные платья Макси. Чем вдохновлялись? Безбашенная дамочка на каком-то мероприятии, где есть бассейн, и вот она прыгает в бассейн, в одежде, в надежде, но мы не будем цитировать. И, в общем, прыгает она в этот бассейн, и вот ее платье, выходит она, облегает ее тело, уже где-то полупрозрачное, ну, красота, особенно, когда мы говорим с вами про кино. Но в реальной жизни этот тренд решили применить и сделать его самым-самым актуальным среди всех платьев. Так что, кто раздумывает на тему, какое хайповое платье бы прикупить, забудьте про Велберс, покупайте такое, ну, или мочите свое. Чаще всего дизайнеры предлагают носить их на обнаженное тело, но есть дизайнеры, которые позаботились о девушек, кто не мог себе позволить такую вольность. И, например, в коллекции Дели он показал прозрачное Макси-платье, которое надето на длинное платье-рубашку. Но мелькали и другие варианты стилизации. Например, у этого дизайнера такие платья больше напоминают кольчугу, а у Блюмарин более чувственные варианты в тонкой сетке. Но как носить такое платье в реальной жизни, например, на корпоративе или на выпускной такое надеть? Это прямо вот реальный вопрос. Вообще, я считаю, что каждый человек должен носить вот абсолютно все, что он хочет, в любом виде. Хоть пластырем себя обклеить и на сверху вот это прозрачное платье куда-нибудь еще перчатку себе в район задницы засунуть, и отлично вообще, ну, нравится человеку ради бога. Но есть все-таки некие нюансы, проявляется он в этих осудительных взглядах, в неприятии общества, бла-бла-бла-бла-бла. Я думаю, вы и без меня все это прекрасно понимаете. Поэтому, как бы, да, есть прикольные тренды, и на их действительно хочется адаптировать. Но вопрос, какая будет социальная реакция на это все. И, честно говоря, как будто бы чувствовать себя не в безопасности, потому что тебе нравится какой-то тренд, а кто-то может его не принять, совсем не хочется. Поэтому показываю вам, что сейчас модно, и что, наверное, не самый лучший вариант будет надевать. Но если кто-то наденет такой смелый, то, наоборот, класс, наверное. Я не знаю, я запуталась. В общем, вот, футболочки бренда без на топ. Безопасность превыше всего. Ладно, переместимся на пятое место. И тут у нас одежда и обувь из пластика. Обувь из прозрачного пластика возвращается снова на модные подиумы. Еще несколько лет назад такую обувь называли, кстати говоря, стриптуфли, потому что именно вот этой всей фигней они были вдохновлены. Из минусов такой обуви. Да, она прикольно выглядит, но в ней очень сильно потеют ноги и очень высокий риск натереть мозоли. Хотя, на самом деле, с первым трендом очень даже как-то мэтчится. На самом деле, такую обувь любят носить Ким Кардаши. Еще в 18-м году практически на каждой своей фотографии она была именно в этой обуви. Что ж, тренд возвращается. Ну, вместе с пластырем. Все пошло с бренда, который называется Алая. И в предыдущем сезоне об ней выпускают туфли с мысом, которые аккуратно прикрыт сердечком. А сейчас этот тренд подхвачивают и другие модные дома и уже интерпретируют как могут. Но даже если отбросить визуальный ряд этой модели, то остается открытый вопрос, как вообще в этом передвигаться и насколько это реально. Честно говоря, с трудом представлять себя, как в этом можно даже сидеть. Четвертое место. Уродливая обувь. И нет, никто эту обувь не осуждает, но есть такое негласное название, точнее, очень даже гласное, которое называется Аглишус. Впервые этот термин был применим кроссовкам Баленсиаго. Уверена, вы все их видели, но с тех пор он очень хорошо укоренился в сфере фэшн-индустрии и теперь применяется ко всей сомнительной странной обуви. То, если Баленсиаго любит удивлять контентом, то также меня лично она удивила качественно. Сейчас будет история про сумочку от Баленсиаго. Важный дисклеймер. Эта сумка оригинальная, куплена в официальном магазине Баленсиаго. Даже не в каких-то магазинах типа сумок, где куча всего навалена. Если что, это не камень в огород сумма. Я просто говорю, что типа это буквально сумка из бутика. Я просто хочу вам показать качество вот этой вот потрясающей сумки за очень много сотен тысяч рублей. Прикол в том, что вот эти вот штуки, они полностью разошлись. Причем этой сумке полтора года. Может быть, едва, но, короче, не так уж часто я ее носила. Вот эта вот хрень, она должна была быть склеена. У меня есть еще одна оранжевая сумка такая, сейчас вам ее покажу на примере. Вот, но, как видите, она не склеена, она здесь вся разошлась. Потом вся сумка, ну, я не знаю, учитывая, что это достаточно дубовая кожа, как будто бы могла выглядеть лучше. И вот здесь вот всевозможные вот эти вот аксессуары, оно реально выглядит так, как будто эта сумка не из оригинального бутика, а как будто бы это реально самая дешевая паленка. Просто ужасно тратительного качества, потому что с этой сумкой все очень сильно мега плохо. Я не знаю, возможно, это конкретно мне как-то не повезло, и вот эта вот белая сумка из моей партии была какая-то отстойно проклеенная, потому что все вот эти хрени разошлись. Ну, да, и качество шур тут, конечно, тоже соответствующее. Оно выглядит примерно вот так. Не скажу, что меня это концептуально хоть как-то сильно парило, мне просто скорее странно. Но все-таки вещь пришла в настолько лютое состояние, что у тебя какое-то непродолжительное время носки, потому что с другими брендами сумки, с тем же самыми прадами, у меня тут проблем вообще нет. Я ношу эти сумки несчастные, ношу не переношу, а они в окей состоянии. Вот, например, и другая сумка, и здесь, видите, вот этого вот безобразия такого нет, то есть здесь ничего не распустилось, оно совершенно отлично себя ощущает, а никакого кринжа конкретно с этой сумкой я не испытываю. Но стойко, какие-то проблемы начались. Ладно, я пожаловалась на сумочку Balenciaga, продолжаем дальше. Можно ли назвать эту белую сумку мешком мусора? Кстати, про мешок мусора. Эта сумка буквально выглядит как мешок мусора, а цена ее практически 2000 долларов, ну, примерно 200к. Из примерно такой же темы была сумочка Ikea. Обувь Balenciaga тоже периодически бывает не менее странная, и на взгляд многих вопросительная модель это кроксы на каблуке. Ну, типа, буквально они были настолько странные, что это привело к лютому хайпу этого изделия. И изделие раскупили буквально за несколько минут, хотя вроде как бы 100% осуждения, 100% солд-аута. И в этом году дизайнеры нас тоже радуют разновидностью аглишус, ну, если вдруг вы любители. Уги на массивной платформе сейчас на адском хайпе. Тут дизайнеров не остановить, вся Корея в этом ходит. Серьезно. Но теперь к этому ко всему добавляется еще и каблук. Давайте посмотрим на так называемый аглишус этого сезона. Джилл Сандер представляет сапоги с большим отверстием на голенище. Алоэ Бетон выпускает большой палец ноги подышать воздухом. Тем временем у Рикоуэнса все стабильно. Он постарался совместить в одной обуви несколько стильных направлений. Пластик, подносочную платформу и всевозможные хлястики. Но получилось прямо так, ну вот так. Интересно, пойдет ли такая обувь дальше подиумов, потому что, как мне кажется, вряд ли она достаточно комфортна будет. Да и в целом, очень тяжело, мне кажется, будет ее стилизовать. Топ-3. Аксессуары в виде цветов. Цветочки. Цветы весной. Ну, очень оригинально. Но на самом деле всевозможные стразы, бантики отходят в сторону, потому что на подиум приходят цветы. И не только весенние. Цветы будут использоваться везде, в абсолютно любом декоре, в любой одежде и в любых аксессуарах. В этом году дизайнеры подготовили реально что-то небанальное. Теперь цветы это не просто принт на платье, к которому мы уже привыкли, или там заколочка в волосах, а целый аксессуар. Ну, например, давайте посмотрим на эту сумку Бутон, как у Симон Роша, Пауна Спейн или Бальмана. Кому понравилась сумка, признавайтесь. Второе место. Широкие плечи. В этом году Сан-Лоран решил поконкурировать с Баленсиагой и выпустил тоже массивные плечи, которые как раз-таки были уделом бренда Баленсиага. Они на этом супер сильно хэпанули в один момент тем, что создавали огромные каркетурные плечевые силуэты. Но Сан-Лоран подумал и решил, что хватит. Теперь мы тоже в теме. Я просто представила в какой-то момент, как вот в такой шмотке заходить. Ладно там в такси, а вот, например, в метро в час пик ехать. Особенно где-нибудь в Азии. Жесть. Если вы думаете, что это просто так само по себе существует, нет, там есть поддерживающая конструкция, чтобы уж наверняка. Давайте поговорим про странные образы, прежде чем перейти к топ-1. Это было в прошлом году. И это была Doji Cat. Doji Cat пришла на показ вся в стразах. Буквально вся. И лицо, и тело. Это все было красного цвета. И это породило просто тысячи мемов и обсуждений. Ну и, конечно же, куда же без обсуждений. Отстой. Еще один безумный тренд в истории модных показов, это перевернутые платья. Модели ходили с платьями, которые были на них горизонтально. Выглядит эффектно, и таким платьем можно подвинуть любого человека со своего пути. Прочь дороги. Валентина, не из Хасбин отеля. Тоже любят отличаться. Один из ярких случаев, это когда Энхэтуэтвэй пришла на их показ на волосатых колготках. Энхэтуэтвэй, Энхэтуэтвэй. Я не могу выговорить. Ну вот не могу, все. Ну ты не могу, Энхэттвэй. Нравится мне она, но я не могу выговорить ее в слове имя. Я не знаю, что мне делать. Помогите. Еще не выговариваю слово Шарэк. Но сейчас уже лучше, потому что я миллион раз говорила слово Шарэк. Я не знаю, получается у вас это или нет. Но у меня оно как-то проглатывается буквой Р и не получается. Вот с Энхэттвэйтвэй, да, то же самое. Ладно, вернемся к этим волосатым колготкам. На самом деле эти колготки были не волосатые. Это стразы. Но, кажется, показалось другое. И еще один случай с Валентино. Все еще не из Хасбин отеля. Это история о том, как модель упала на их ужасно неустойчивых туфлях. Такие купить туфли, честно, не захочется. И топ-1 это Луноходы из Майнкрафта. Вообще тема Майнкрафта очень актуальная. И как бы к ней кто не относился, но это как и история с аниме. Вроде как будто бы аниме это хихоньки-хахоньки, а тут как бы аниме делают коллаборации со всевозможными люкс-брендами. И Майнкрафт идет тем же самым путем. Как минимум, Луи Виттон сделал коллекцию в стиле Майнкрафта, и она была максимально быстро sold out. Хотя со стороны вещи выглядят, ну, как многие бы сказали, как стопроцентный Алиэкспресс. Но в этом и смысл. Высокая мода делает, и богачам с чувством юмора нравится. В общем-то, вот и все. Оставляю вам этот топ-1 в отдельный пункт. Мнение. Я знаю, что еще можно добавить по этому вопросу, поэтому ставьте лайк, и я выложу вторую часть. Пока!